Китай заявил, что торговый законопроект США, по которому китайские товары, произведённые с господдержкой, будут облагаться дополнительными пошлинами, противоречит международным нормам. Министр коммерции КНР выразил также недоумение в связи с планами Вашингтона корректировать курс юаня. Министр коммерции КНР Чэн Дэн Мин, в частности, заявил, прежде всего подчеркну, что Китай следует правилам международных торговых организаций, членом которых он является. Например, ВТО. Мы присоединились к Всемирной торговой организации 10 лет назад и соблюдаем её правила. И как член ВТО мы, разумеется, не обязаны подчиняться внутренним нормам какой-либо одной страны. Проект получит законную силу после того, как его подпишет президент США Барак Обама. В Белом доме убеждены, что новый закон защитит американский рынок труда. Импорт США из Китая достиг в 2011 году рекордной суммы почти в 400 миллиардов долларов. А дефицит торгового баланса с Китаем, в свою очередь, составил беспрецедентные 295 миллиардов. Министр коммерции КНР назвал претензии США необоснованными и подчеркнул, что Пекин не стал вводить ответные санкции, когда Вашингтон решил поддержать своих автопроизводителей. Чен Дэн Мин также отверг предположение о том, что Китай должен скорректировать юань для компенсации неспособности Вашингтона сократить дефицит своего торгового баланса. «Когда я услышал, как торговый представитель и министр финансов США говорят в Конгрессе о том, что будут способствовать реформированию курса юаня, я подумал, что ослышался. Они должны были заниматься реформированием курса доллара с тех пор, как дефицит торгового баланса США превысил 4,8% ВВП», – сказал Чен Дэн Мин. Комментарии китайского министра коммерции появились сразу после одобрения в Конгрессе спорного Билли, который намерен одобрить Барак Обама.